Первый из осмотренных губернатором объектов – здание пришкольного интерната. Сейчас здесь проходит капитальный ремонт. Требуется полная замена системы отопления, сгнивших полов, канализации и кровли. В рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий» на этот объект было выделено более 33 миллионов рублей. Была такая разработана программа, где районы могут поучаствовать в конкурсном отборе, победить своих коллег из других районов, из других регионов, получить на это денежные средства и заниматься благоустройством комплексно. Сегодня полностью закончены ремонтные работы в новом корпусе школы номер два, которые позволят снизить нагрузку и перевести учеников только на одну смену обучения. Школа наша одна из больших загруженных, это порядка 1400 учащихся. И, конечно, старшеклассники, ну, с пятого по одиннадцатый класс у нас в одном здании сейчас занимаются. Это порядка 700 детей в две смены, конечно, очень это сложно. С этим корпусом у нас, конечно, большие надежды связаны. А это уже парк «Пять вершин». Он был спроектирован по инициативе местных жителей. На объекте все уже готово, ждут только тепла, чтобы вплотную заняться его озеленением. Культурно-досуговый центр, детский сад и спортивный комплекс также попали под комплексную программу и должны быть сданы уже к августу этого года. Несмотря на все сложности, не сдаёт позиций и агрокоператив «Урдуага». Уже в мае планируют засеять зерновыми и кормовыми культурами площадь в 350 гектаров. Приобретение новой техники благодаря полученным субсидиям позволит не только удержаться на плаву, но и увеличить производственные объёмы, а значит и будущий урожай. «Нынешней весной обережающие субсидии все получили мы, по шестям, по площадям. В Дубре они закупили 80 тонн, и дистоплю, конечно, есть, и тоже расходный материал, телемеха, лапы, это всё закупили. И масло что закупим, и, можно сказать, готово». Вблизи посёлка Агинское 14 апреля открылось и первое в регионе производство шерстяных изделий. Предприятие было запущено благодаря льготному финансированию Фонда развития промышленности Забайкалья. В ассортименте пледы, шапки и шарфы. В разработке – пулловеры, жилеты, кардиганы. Реализуют пока в местных магазинах, но уже готовы выйти и на онлайн-площадки. В планах из овечьей шерсти запустить и производство школьной формы. «Сейчас, на данный момент, начали именно с конца, как бы, с производства готовых изделий, чтобы понимать, какие у нас есть пряжи, какие бывают, как их создаются, какие у них минусы и плюсы, и чтобы понимать, если переходить на предение, чтобы мы понимали, для кого и как нужно делать эти нити». Самое сердце производства – вот эта машина 12-го класса, которая может связать шарф по заданной программе и эскизу всего за 15 минут. «Конечно, очень хорошее впечатление, но желаю, чтобы дальше хорошо все работало». О приоритетах и развитии всего Агинского округа говорили во время совещания с местным активом, рассмотрев дополнительные возможности по созданию новых инвестиционных проектов, направленных на увеличение рабочих мест, количества товаров и качества услуг. Решено было усилить мощности в переработке, не забывая и о первостепенных задачах в социальной сфере, участие в госпрограммах, освоении грантов и поиске средств на дальнейшее развитие. «Мы сегодня основной свой упор должны делать на наше экономическое развитие, имеется в виду на тот уклад быта жизни наших агинских населений Агинского округа, на животноводство, на сельское хозяйство, на агропромышленный комплекс. Это наш приоритет номер один. Ну и, конечно же, мы будем работать над развитием перерабатывающих предприятий, в том числе и сельского хозяйства». Отрадно, что район, поселение Урдуага участвовали в российском конкурсе по комплексному развитию сельских территорий, выиграли существенные серьезные деньги, которые позволяют принципиально отремонтировать, оснастить практически все социальные объекты села. И работа эти уже развернуты, подготовлена проектно-смертная документация, расторговано, вышли строители на работы, и детский сад, и дом культуры, и интернат ремонтируется, школа уже отремонтирована. Сейчас, в ближайшее время, эти работы будут фактически осуществляться. Сроки стоят достаточно жесткие, большая часть работы должна быть выполнена до середины августа.